С каждым годом в Украине все чаще запрещают мирные собрания. При этом некоторые органы власти для ограничения проведения акций до сих пор пользуются законом советских времен, утверждают правозащитники. В нем говорится, чтобы провести митинг, нужно получить разрешение от властей, а не просто их уведомить, как это сказано в 39-й статье Конституции. То есть человек в таком советском стиле должен выпрашивать это разрешение, как милостыню в органах власти. Кроме этого, местные органы управления приняли 86 нормативных актов для ограничения свободы мирных собраний, куда на свое усмотрение включают самые разные ограничения, в том числе на использование громкоговорителей, транспарантов и различных способов агитации. Вообще, принимая свои собственные порядки и законы по вопросам мирных собраний, органы местного самоуправления включают в них ужасное беззаконие, ограничения по времени, по территории проведения, по возрасту и количеству организаторов. В среднем по Украине на 100 акций протеста приходится около 20 запретов. В прошлом году через суды было запрещено около 350 мирных собраний. По мнению правозащитников, преимущественно по надуманным причинам. Например, городская власть отвела особое место или собрание может повредить имиджу страны. Если в Украину приезжают какие-то иностранные гости из Евросоюза или из других стран, то нежелательно проводить митинги, потому что это может повлиять на дипломатические отношения между странами. Эксперты видят выход в принятии закона о мирных собраниях. Он не даст местным органам власти устанавливать свои правила, базируясь на указе 1988 года. НТД, Киев, Украина.